Всем привет! Снимаю видео о пустых баночках ноября. Начну с ухода за волосами. Закончился у меня шампунь для глубокого очищения от Schwarzkopf серия Bonacour. Этот шампунь мне понравился. У него был приятный аромат. Он холодил голову в процессе, скажем так, мытья волос. Очень хорошо и глубоко очищал как волосы, так и кожу головы. Мне этот шампунь понравился. Возможно, я когда-нибудь приобрету его еще раз. Он довольно экономичный, так как им я пользовалась 2-3 раза в месяц. Чаще для себя лично я смысла пользоваться очищающими такими шампунями не вижу. А также закончилась у меня маска для волос Avon Planet Spa. Непревзойденная роскошь с экстрактом черной икры. Маска эта мне понравилась. Единственный ее минус для меня это неприятный такой аромат вот этой самой черной икры. А так маска хорошая. Волосы после нее были мягкие, гладкие, ухоженные. Но аромат держался на волосах 2 дня. Все-таки маска мне скорее больше понравилась, чем нет. И если когда-нибудь по какой-то причине она ко мне попадет в руки, то я с удовольствием буду ей пользоваться. Также для волос закончился у меня вот такой вот спрей-кондиционер от Duff. Я такие спреи люблю, постоянно ими пользуюсь. Волосы у меня не очень длинные, но довольно часто путаются, поэтому такие спреи мой must-have. Этот спрей мне понравился, он распутывал волосы. Он их не утяжелял, приятно пах, был двухфазный. Очень неплохая альтернатива моим любимым спреям от Glisskur. Так что, возможно, когда-нибудь приобрету его еще раз. Также для волос закончились у меня вот такие вот ампулы. Здесь был масляный комплекс по уходу за волосами на основе натуральных растительных масел и экстрактов. Это золотое просо. Продавались эти ампулы в магазине FixPrice. На первом месте в составе стоит репейное масло. В принципе, можно было бы, конечно, и не заморачиваться, и просто купить в аптеке репейное масло, получить тот же эффект. Масло это мне не то, чтобы понравилось и не понравилось. Ну, вот мимо меня прошло вообще. Ничего особенного я о нем сказать не могу. Было удобно, приятно пользоваться. Но какого-то укрепления или особого роста я не увидела. Возможно, нужно было несколько таких упаковок на себя измазать. С одной я ничего не поняла. Ну, будет оказия, может быть, я его и куплю. Хотя сейчас все в FixPrice подорожало, и 41 рубль за это золотое просо как-то не хочется мне отдавать. А далее закончилось у меня вот такое вот масло. Масло уход от Шаума Шварцкопф. Это обычное такое стандартное масло, которое можно использовать как до мытья волос, просто так на влажные, либо же на сухие волосы. Я такими маслами пользуюсь регулярно. Пробую все время какие-то новинки. Это масло мне понравилось. У него очень хороший состав. Действительно, в составе много масел. На первых двух местах, правда, стоят силиконы. Но потом сразу начинаются масла. Нет спирта и присутствует ультрафильтр. Так что это масло, я считаю, довольно неплохим. Объем, правда, небольшой, 50 мл, но оно оказалось очень экономичным. И, возможно, я его когда-нибудь приобрету еще раз. Так, далее. Перехожу к уходу за волосами. У мужа у моего закончилась вот такая вот огромная банка геля для душа от Avon серия Senses. Называется этот гель Сила притяжения. Хороший гель, приятный аромат, бергамот, мята и сандал. Здесь содержится, хорошо пенится, хорошо, скажем так, моет. Хороший гель. Но единственная такая большая банка. Мужу просто он надоел. И в ближайшее время покупать я такие огромные бутылки просто не буду. Но вообще гель этот, ну, у Avon в принципе не очень много мужских гелей. И всегда они у меня есть. И я их всегда покупаю и просто меняю. Такой, конечно же, тоже приобрету. У меня закончился вот такой вот гель. Это Ифраше серия растительная свежесть, очищающий гель для тела и волос Вербена. Здесь 200 мл. Никогда я этим гелем волосы не мыла и никогда не собиралась этого делать. Что касается самого геля, то он очень приятный. Приятно, ненавязчиво пахнет. На теле этот аромат не остается. Хорошо пенится, хорошо очищает кожу. По всем параметрам хороший гель для душа. Но он ничем для меня лично не отличается от гелей серии Жордан Дюмон. Но при этом он стоит дороже. Покупать из этой серии, если я что-то и буду, то это будет гель с бамбуком. А Вербену я не куплю. Правда, у меня есть еще в запасе несколько баночек. Также у меня закончилось несколько миниатюр гелей для душа. Вот такая вот миниатюрка. Это у нас Ежевика серия Плезернатюр. Хороший аромат, приятный. Не знаю, химозный он или нет, потому что Ежевику никогда не нюхала. Мне аромат понравился. Гель хорошо пенился, хорошо очищал кожу. Но я покупаю только такие миниатюрки, потому что большие бутылки по 400 мл мне просто ни к чему. Второй маленький гель для душа тоже от Ифраше серия Культура Био. Мед и мюсли. Приятный аромат. У меня был такой гель для душа. Он меня устраивал. Он не сушил кожу. Приятно пах, хорошо раскрывался в душе. Очень сладко, тепло. Не пах для меня мёдом абсолютно, из-за чего мне нравился. Но в ближайшее время покупать не буду. Гели у меня достаточно. И последняя малютка. Это гель от Локситан. Недавно, или как недавно, в сентябре я его получила в коробочке Allure Box. Серия Аромакология. Что-то такое успокаивающее. Там лаванды, бергамоты, какие-то эфирные масла. Которые, скажем так, в своём сочетании дают совершенно невообразимый, жуткий аромат. Я бы сказала, даже вольно. В общем, мыть с этим было невозможно. Если я кого-то обидела и кому-то этот гель нравится, вы уж меня извините. Я говорю о своих чувствах. И они отнюдь не позитивные к этому гелю. Я, в общем, больше не хочу даже вспоминать, как он пахнет. А далее для тела. Что ещё у меня закончился? Такой вот спрей. Как обычно, спрей от Нейчурлс. Раз в месяц у меня заканчивается одна баночка. На этот раз у меня закончилась Лилия Гардения. Давно снятая с производства. Найденная мной на какой-то распродаже. Я её приобрела просто, чтобы разбавить все вот эти вот сладкие, какие-то такие ягодные что ли ароматы. Здесь аромат Лилии. Он довольно яркий, цветочный, навязчивый. И больше я, честно говоря, его покупать не буду. Искать на распродажах не буду. Надоел. А так спреи я люблю. Регулярно ими пользуюсь. Закончился вот такой вот крем для тела от Ифраше. Серия Пюркальми. И он не только для тела, но и для лица. Очень приятный. С ромашкой. Довольно известный продукт. Очень густой. Не очень хорошо он впитывается, но превосходно питает и смягчает кожу. Это не первая моя пустая баночка. И в загашнике у меня ещё есть парочка таких. Часто покупала раньше и сейчас собираюсь покупать, если будет хорошая акция. Вещь хорошая на зиму мне нравится. Также закончился у меня вот такой вот антиперспирант от Арифлейм. Активель. Мой первый, скажем так, наверное, последний всё-таки антиперспирант от Арифлейм. Как-то он меня не зацепил. Да, он был приятный. Да, он действительно защищал как от пота, так и от запаха. Ну, если я, конечно, нервничала, не попадала в какую-нибудь стрессовую ситуацию. Да, он защищал. Но особой любви моей он не снискал. Совершенно обычный проходящий продукт. Хороший, да, но я больше его покупать не хочу. Второй дезодорант антиперспирант у меня закончился. Это уже Фаберлик. Вот такой вот с экстрактом лотоса. Бутылечек. Здесь маленький объём, 75 мл. Отвратительный аромат. И примерно те же показатели, что и у предыдущего антиперспиранта. Да, защищает от запаха, защищает от пота. Если я не нервничаю, то всё нормально. Если я нервничаю, попадаю в какую-то неприятную ситуацию, то меня никакой антиперспирант не спасает. Я довольна была и одним дезодорантом, и другим. Но хочется пробовать что-то новое. К тому же моими фаворитами всё равно являются дезодоранты от DAV. Что ещё у меня для тела закончилось? Вот такая вот молочная ванна с цветами Каупе. Тоже от Фаберлик. А по каким-то не очень большим деньгам я её покупала. Приятный аромат в баночке. При, скажем, добавлении этого продукта в ванную вода становится белого, молочного такого цвета. Здесь жидкость маслянистая, соответственно, вода тоже становится маслянистая. И мне, как выяснилось, это просто неприятно. Аромата особого я не чувствовала. То есть он как-то очень быстро уходил. А вот эта маслянистость, она оставалась и на теле, и потом по телу очень плохо размыливались гелии. И мне это так не понравилось, что я быстро её добила, и больше я не куплю. И вообще всё, что касается... всё, что с маслами, это не ко мне. Я люблю соли для ванн, пены, а вот эти вещи нет. Не люблю. Далее перехожу к уходу за телом. Ой, за лицом. Макияж в этом месяце я снимала вот таким вот средством. Это гель для умывания. Опять же, и фраше серия пюркальмии с ромашкой. Приятный аромат, приятная консистенция. Хорошо смывает макияж. Можно просто умываться. Единственное, неудобная форма тюбика. Как я не старалась всё это вылить в другую баночку с дозатором, всё равно вот столько осталось и никак оттуда не добыть. Очень приятная вещичка. Стоит не так и дорого, чтобы попробовать, если вы никогда не пробовали. Действительно хорошо работает. Кожу не стягивает. Приятная вещь. У меня ещё таких парочка есть, так что вопрос о покупке пока не стоит. По утрам я умывалась вот такой вот пенкой. Бель-коктейль, банан и молоко. Эту пенку я покупала в магазине Фикс Прайс. Сейчас, к сожалению, там они больше не продаются. Пенка мне эта понравилась. Дозатор работал до самого последнего дня. Был приятный аромат. Ничего химозного. Всё было хорошо. Раздражение не вызывал. По утрам умываться было очень даже здорово. Довольно экономичная оказалась пенка. Хотя в начале мне так не казалось. Классная штучка. Есть ещё с лаймом. Но я бы вот купила с бананом. Но больше не продаётся. Что ещё? Вот это средство мне не понравилось. Это Фаберлик. Новая серия Ультра Клин Грин для молодой кожи. Антибактериальный гель для умывания с маслом мануки. Не понравился. Это обычный совершенно гель. Можно купить гель. И дешевле он будет работать ничем не хуже. Написано, что он глубоко очищает кожу. Устраняет воспаление. И кожу не сушит. Это всё неправда. Ну, только что не то, что не сушит. Но он её не пересушивает. А так ничего он не удалял. Просто можно было ему мыться. Да, кожа была чистая. Да. Вот и всё. На воспаление он вообще никак не влиял. Никак не работал в этом направлении. И мне кажется, абсолютно бестолковая вещь. Так, далее. Вот такая вот у меня ещё умывалочка закончилась. Это гель для умывания с ним. Вот такая вот малютка. Брала с собой в небольшую поездку. Гималайя Хёрбалс фирма. Хорошая вещь. Мне понравилась. Возможно, я не буду покупать в большой упаковке этот гель. Ну, просто лишь потому, что у меня хватает умывалок. У меня их слишком много для среднестатистического человека. Но вот пару таких малюток на лето я приобрету с удовольствием. Если куда-то поеду, то возьму. Экономично, приятно в использовании. Действительно, кожу не стягивает. Мне понравилось. А далее тоник у меня закончился. Тоже из серии Ультра Клин Грин. И тоже точно так же он мне не понравился, как и гель. Написано, что тоник матирующий. Он не матирует. Он не регулирует выработку кожного сала. Он не снимал раздражение, покраснение. Все, что он делал, это смягчал кожу за счет пантенола в составе. И освежал ее за счет того, что в составе есть ментол. Вот, собственно, и все. 200 мл. Расход у него средний. Но я его добила в течение месяца. Абсолютно не жалею. Покупать второй раз не буду. Он меня не впечатлил. Он не работал по тем направлениям, которые заявлены. Зачем он мне нужен? Стоит он не так, чтобы дешево. Но даже эти... Ну, в общем, не хочу я на него тратить свои деньги. Далее. Также от Фаберлик закончился у меня скраб для лица. Глубокое очищение. Томат и базилик. Скраб сам по себе неплохой. Не могу сказать, что он глубоко что-то там очищал. Или что он нормализовал работу сальных желез. Устранял черные точки. В общем, обычный был скраб. Он полировал мою кожу. Не более. У него был приятный аромат. Но в конце концов этот аромат мне просто приелся настолько, что я не хотела пользоваться этим средством. Быстро его добила. И в ближайшие пару лет даже смотреть не буду в сторону этой баночки. Только лишь из-за аромата, который оказался для меня слишком навязчивым. Далее. Две сыворотки. Два, точнее, пробника сыворотки у меня закончились. Карита. Вот такая вот малютка. Написано, что это сыворотка увлажняющая. Возможно, это действительно так. Но, как мне показалось, после ее использования эффект у нее должен быть накопительный. Так как за один раз, за одно применение никакого увлажнения я лично не ощущала. Это была абсолютно ординарная сыворотка. И я не понимаю, за что нужно было платить те огромные деньги, сколько она стоит. Ну и, естественно, я ее не приобрету. Вторая сыворотка понравилась мне намного больше. Это Биотерм Skin Best сыворотка в креме. Очень приятная вещь. Я чувствовала, что мое лицо под этой сывороткой сразу становится напитанным, разглаженным и приятным. Эта сыворотка меня впечатлила настолько, что я приобрела полную версию, о чем я уже вам рассказывала. Также для лица у меня закончилась термальная вода от La Roche-Posay в объеме 150 мл. Хороший был здесь распылитель. Хорошая термальная вода. Она подходит для чувствительной кожи. Не могу сказать, что она увлажняет кожу. Некоторая стянутость все-таки присутствует после нее. Но, возможно, это просто моя индивидуальная реакция на термальные воды. Мне она понравилась. У меня сейчас есть другие и довольно много всяких разных термальных и просто увлажняющих вод. Но я ее, скорее всего, приобрету еще раз. К тому же, это аптечная серия. Она точно гипоаллергенная. И, должно быть, просто я чего-то не поняла. Так, что еще у меня закончилось? Два продукта для ног. Два крема. Первый крем для профилактики мозолей натоптышей с пчелиным воском от домашнего доктора. Это не первая моя баночка, которая заканчивается. Обычно я этот крем использую летом. Максимально удобно мне с ним именно летом работать. Я вижу результат. Я вижу, как за ночь мои ноги преображаются. Зимой я его только если куда-то беру в какие-то поездки. Ну, а потом добиваю дома. Хватает его ненадолго, но при этом крем на самом деле хороший. Если ноги у вас не убитые, то он вам тоже понравится, как и мне. Если с ногами какие-то большие, серьезные проблемы, я думаю, он будет слабоват. Второй крем для ног это Avon серия Foodworks. Ухаживающий ночной крем для стоп лаванды. Потрясающий крем. Объем большой. 150 мл. Фиолетового цвета. Такая кремово-гелевая текстура. Очень приятный аромат. Мне этот крем нравится. У меня еще в запасе, наверное, есть. Если нет, то надо будет искать какую-то акцию, потому что стоит он недешево, но он на самом деле хороший, экономичный. И я вижу, что мои ноги с ним хорошо себя чувствуют. Этого достаточно, чтобы я покупала этот крем регулярно. Из ароматов закончилась у меня вот такая вот миниатюрка Beauty Cafe от Faberlic. Что могу сказать? Мне этот аромат был приятен, когда он уже начинал выветриваться. А начальные его ноты, вот самое первое, что вы пшикаете, и первое, что вы ощущаете, вот эти ноты мне не нравились абсолютно. Я не могу объяснить причину. Я сама ее не понимаю. Но это просто мои субъективные такие ощущения. Полную версию я бы не приобрела. Эту малютку я использовала. Не могу сказать, что с удовольствием, но использовала. Но пользовалась, кстати сказать, довольно долго. Так, что еще? Два продукта декоративной косметики не закончились. Я с ними прощаюсь. Первое, это вот такой вот тональный крем от Faberlic из серии Жар Птица. Он в едином оттенке. По-моему, называется Совершенство, или это не он назывался. Ну, в общем, не суть. В общем, этот тональный крем мне хорош был только на лето. Я его покупала весной, я им пользовалась. Ну, поскольку продуктов такого плана у меня много, мне не получилось его использовать до конца. Пришла осень, кожа у меня, естественно, загар сошел. И стал мне темным этот тональный. К тому же сроки годности всего лишь полгода. Пришло время с ним прощаться. Да и к тому же в последнее время стал он как-то странно наноситься на лицо. Как-то где-то густо, где-то пусто, как резиновый. В общем, мне это стало неприятно. Я спешу с ним попрощаться. Второй раз покупать не буду. Просто попробовала, было интересно. Ну, в общем, свое любопытство я удовлетворила. Второй продукт, который я выбрасываю, это вот такой вот BB крем от Maybelline. Против несовершенств. Я возлагала на него большие надежды, которые он не оправдал. Да, он мотировал кожу, при этом был на моем лице очень сильно заметен. Это видела не только я, это видели окружающие, что, соответственно, было неприятно. Особенно если я сверху наносила пудру, то это был просто какой-то ужас. Несовершенства он толком не перекрывал. С ними он не боролся. Оттенок был неплохой. Но все же не хочу я держать у себя вещь, которая не делает ничего из заявленного. Ну, кроме того, что выравнивает тон лица. Это, собственно, и все. Написано, что его можно наносить без зеркала. Не советую. Ясно, не советую. Потому что, ну, он заметен на лице, по крайней мере, на моем. Без зеркала его очень сложно распределить. Мне не понравилось. Второй раз не приобрету. И, в общем, ничего хорошего, к сожалению, сказать о нем не могу. Хотя знаю, многим нравится. Вот. В общем, это были все мои пустые баночки ноября. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Всем пока.